Здравствуйте! Сегодня поговорим о генетике, о том, насколько сильно отличается генетика сельского человека от генетики городского человека, о том, как можно улучшить свою генетику за каких-то 2-3-5 лет, и насколько влияет режим на генетику. Потому что многим кажется, что вот вы получили какие-то такие-то гены, и всё, ничего не поделаешь, что есть, то есть. Нифига подобного. Можно гены либо ухудшить, либо улучшить. Вы можете улучшить их на протяжении своей жизни достаточно быстро. То есть лет за 5 можно прогнуть свою генетику очень-очень хорошо, либо вниз, либо вверх. И успеете попользоваться сами своими крепкими генами, своим сильным организмом, выносливым. Если вы ещё передадите своим детям, то они вам скажут за это спасибо. Так вот, поговорим о... Значит, начнём сначала. Я родился в селе, прожил там в общей сложности где-то 10-15 лет. Значит, какой график сельских детей вообще? Пошёл в школу, пришёл со школы, футбол, работа на огороде, работа по хозяйству, ну и так далее, и так далее. Потому что сельские дети всегда заняты. Если они не заняты, то они, как правило, играют в футбол, летом ходят на водоёмы, ну и так далее, и так далее. То есть постоянно физически активны. Что делает ребёнок в городе? Сидит за компьютером, либо смотрит телевизор, когда компьютеров ещё не было, потому что в моём детстве компьютеры – это была большая редкость. Ну и, в общем, страдают разной всякой фигнёй. И, значит, я не являюсь ни каким-то там генетическим уникумом, особым одарённым чуваком, у которого суперлегко всё получается, ну на физическом плане. Но когда я переехал из своего маленького села, значит, население где-то 250 человек у нас было, в небольшой такой Ижопск, 12 тысяч, ну тоже по сути село, оно большое. Но в этом большом селе уже культуры труда такой не было, и большая часть людей, где-то половина людей проживала в квартирах, а та, которая жила в частных домах, уже как бы особо не любила работать и не заставляла работать своих детей. Ну, конечно, бывали случаи другие, но в целом примерно так было. Так вот, перехожу я из одной школы в другую, из старой в новой. Получается, что в старой школе я был выше среднего по физическим показателям, в новой я вдруг быстрее всех бегаю и больше всех подтягиваюсь. То есть уже разница между маленьким селом и большим, таким ПГТшным, большая, большая разница, потому что имеет значение, чем люди заняты в детстве. Значит, дальше. Живу я в этом Ижопске 5 лет, но 5 лет эти я был очень физически активен, потому что жили мы в частном доме, и работал я неслабо, ну, не ленился. Ну, плюс, там, отжимался, подтягивался, такую всякую фигню делал периодически. Значит, дальше. После 9 класса я поступаю в лицей с усиленной физической подготовкой в городе Криворок. И что получается? Получается, что из этого курса, в общем, с годичного набора, который составлял 150 человек примерно, 5 взводов, то есть 5 классов, если перевести на школьную систему, примерно по 30 человек. И из этих 30, из 150 человек я входил где-то, наверное, в пятерку самых крепких ребят, которые, ну, сильно выделялись физически и были очень круторазвиты. Причем это не какая-то сраная школа. Это лицей с усиленной военно-физической подготовкой, куда так просто поступить было нельзя. Туда нужно было поступать, нужно было сдавать экзамены и проскакивать через конкурс. Ну, и, кстати, нужно было не только физически соответствовать, нужно еще было показывать хорошие результаты по математике, значит, не помню, какие предметы, но, короче говоря, достаточно серьезный был отсев, потому что просто так подтянуться, пробежать, этого было недостаточно. Так вот, и, значит, если сравнить этот военный лицей с обычной городской школой, то на нас смотрели, как на каких-то, блин, Аполлонов, как на каких-то супер-пупер-хрипышей, потому что от школьников мы очень сильно отличались. Дальше по режиму. Что хочу сказать по режиму, значит, на примере лицея с усиленной военной физической подготовкой. Значит, насколько сильно отличался первый курс и второй курс. То есть первый курс – это ребята примерно 15 лет, 15-16, второй курс – это 16-17 лет. И за один год люди умудрялись набирать более 10 килограмм мышечной массы, скажем так. Ну, это не совсем верно, когда говорят, ну, просто увеличил вес без жира и считается, что набрал мышечную массу. На самом деле растет не только мышечная масса, растут внутренние органы, растут суставы, растут кости и так далее. Потому что если просто вы наберете какое-то количество мышечной массы, то организм будет, ну, короче говоря, чтобы организм мог себе позволить содержать определенное количество мышечной массы, он должен стать сильнее. Поэтому, когда вы увеличиваете массу тела без жира, скажем так, то увеличивается не только мышца и все остальное, внутренние органы, суставы, кости и так далее. Так вот, короче, 10 килограмм живого веса, скажем так, за год ребята набирали вообще в легкую. Те, кто не ленился, там, не косил от зарядок, от физических нагрузок, потому что каждый день были физические нагрузки достаточно, ну, такие, не слишком тяжелые, но и нелегкие. И за счет того, что сом по расписанию, еда по расписанию. Еда, кстати, не самая лучшая, не самая вкусная, но она по расписанию и более-менее распределена периодичность, там, белки, углеводы, фрукты и так далее. И за это время, значит, люди набирали, я уже сказал, сколько. За два года по 10-15 килограмм живого веса люди набирали очень даже легко. Тем более в таком возрасте это получалось сделать намного лучше, чем, к примеру, если люди идут в армию, там, в 18-20 лет. То есть разница, сколько ты можешь добавить, насколько быстро ты можешь добавить в росте, в приросте живого веса без жира, без лишнего жира, там, в 15 лет и в 19 лет, ну, разница большая очень. Поэтому потенциал в более молодом возрасте, он больше. И что я хочу сказать, значит, ну, также, если сравнить, к примеру, первый курс новобранцы, которые только поступили, и те, кто уже выпустились, либо второй курс, вот просто на плацу стоит первый курс и второй. Первый курс, ну, это дети просто. А второй курс, это уже взрослые, ну, почти дядьки, очень сильно отличаются, как в школе, например, там, пятиклассники, восьмиклассник. То есть такая колоссальная разница была. И что хочу сказать, все вот эти кривые ребята, которые приходили туда, ну, как кривые, обычные, но, как бы, мне казалось, что они кривые, потому что я вырос немножечко в другой среде. Хотя не просто обычные, это были ребята, которые были, в принципе, если взять общую городскую массу населения, то они были выше среднего городского населения, потому что вы в такие заведения просто так не брали всех подряд. Но сравнить с сельскими хлопцами, это просто ни о чем, это просто несравнимо. Поэтому, что я вам хочу сказать? Хочу сказать, что режим – это очень важно, и хочу сказать, что генетику прогнуть очень просто. Я это видел своими глазами. За два года, проведенных в этом заведении, я увидел, как, блин, ну, больше ста человек увеличились в росте и в массе, и в ширине, и в силе достаточно прилично. Ну, меньше десяти килограмм никто не набирал за два года. Десять, двадцать и больше. Я, к примеру, ну, добавил где-то килограмм пятнадцать, наверное. Хотя, когда я пришел, у меня было немножечко жирка, а потом у меня он ушел. Вот, поэтому реально я добавил намного больше. Такие вот дела. Поэтому все эти разговоры о том, что вот у меня генетический потолок, все, я там уперся, я не могу его пробить. Там мои родители были, там, не знаю, алкоголиками, дрищами, наркоманами, я ничего не смогу поделать. Либо просто были физически неодаренными людьми, все, я не смогу ничего сделать. Это все нытье, ребята, это все нытье. Такое же нытье, как и «Вот, мои родители были бедными, поэтому я вырасту бомжом». Почему ты должен вырастать бомжом? Есть много примеров, когда люди из ничего сколачивали состояние, причем абсолютно честно, честным креативным трудом сколачивали состояние. Есть много примеров, когда люди, имея дохленькое тельце, соблюдая режим тренировки питания, прислушиваясь к своему организму, очень сильно добавляли в физических показателях и сильно менялись внешне. Поэтому, что хочу сказать? Хочу сказать, что нытье – это основная проблема. И, кстати, до того, как люди узнают о генетических потолках, у них все идет намного лучше. Как только они слышат о генетических потолках каких-то, о том, что вот все, ты добавил, столько-то, столько-то, больше не добавишь. Ну, больше никак. Как только они об этом узнают, они все свои бока, всю свою лень, все свое раздолбайство списывают вот на это. Ну и что еще хочу сказать? Есть такой человек, имя, фамилия которому Алексей Клокотский, который, по-моему, очень-очень сильный вклад сделал в развитие здорового образа жизни. За последние пару лет. То есть, в чем его заслуга? Заслуга в том, что он заставил поверить людей, что можно натурально подкачаться, накачаться, стать сильнее и так далее. Потому что за последние лет пять настолько уже задолбали всеми этими стероидами. Всех задолбали, все и всех задолбали, что сложилось такое мнение, что без стероидов ты останешься просто никаким дрыщеватым, дохлым и так далее. По себе хочу сказать, что я со своей не самой лучшей, но не самой дерьмовой генетикой мог бы набрать за год 10 килограмм. Ну, за один 10, за второй еще, может быть, 7-10. Короче говоря, за два года я бы 20 кг набрал бы это. И я просто это знаю. Конечно же, маленькие дети, сидящие за мониторами, и чуть-чуть люди повзрослее, которые тоже дети, но они просто большие дети, скажут, да нет, да это невозможно, да это нереально, без фармы, без ничего такого. Значит, ты вот покажи, вот потом мы поверим. Ребятки, я не буду это доказывать вам. Почему? Потому что я знаю, что я это сделаю. Мне доказывать вам ничего не нужно. Кому нужно, я уже доказал. И даже если я это сделаю, все будут кудахкать, что вот ты на стероидах, либо ты просто супер-мега-одаренный, там, генетически, как этот, поддубный, там, или кто-то из древних атлетов есть. То есть, либо так, либо так. Будут что-то такое кудахкать. Потому что проще списать свои неудачи на кого-то другого, на невозможность достижения тех или иных результатов, чем пойти и сделать. Почему я не буду набирать эти 20 кг? Потому что, в принципе, я бы не отказался, да, набрать плюс 20 кг живого веса без сала. Но тут какой нюанс? Дело в том, что для того, чтобы так спрогрессировать, нужно жить тренировками. Нужно тренироваться, есть, спать, тренироваться, есть, спать, тренироваться, есть, спать. Я не хочу тратить жизнь на такую фигню. Потому что в жизни очень много интересного. И помимо того, что в жизни много интересного, у меня есть еще много задач. Много задач, потому что я все-таки глава семьи. И мне нужно, значит, выполнять те функции, которые я на себя взял. И вот, например, два года. Два года и 20 кг живого веса. Ну, по-вашему, мышечной массы. Пускай будет так. Ну, блин, у меня есть масса других вариантов, десятки вариантов, как умнее и приятнее и результативнее потратить эти два года. Например, в этом году я строю дачу. Из камня и дерева в такой вот обстановке. В живописной карпатской обстановке. В экологически чистом месте. И моя семья будет иметь возможность дышать экологически чистым карпатским воздухом. Любоваться красивым видом. Вместо того, чтобы любоваться моим бицепсом и нюхать мой пот после тренировок. Вот, по-моему, лучше, чтобы моя семья просто любовалась красивым видом. Имела возможность отдыхать в такой обстановке. И дышала чистым гордым воздухом, а не моим вонючим потом. И смотрела на мой большой защищенный бицепс. Потому что основная моя задача – это быть крепышом. Просто оставаться в форме на протяжении всей жизни. Вот и все. И что еще хочу сказать. Большие спортивные достижения – это повышенные риски. Это повышенные риски травматизма. Потому что, к примеру, я не использую никаких поясов. Не наматываю ничего на колени, никаких бинтов. Не потому что я не знаю, что это нужно делать. Просто потому что я беру чуть-чуть поскромнее веса. Выбираю технику, которая более правильная анатомически. Прислушаюсь к своему организму. Не делаю там ничего с криком роженицы. И скажу вам вот что. Значит, те результаты, которые у меня есть, они меня более чем устраивают. И те результаты, которые я получаю от тренировок, они меня тоже более чем устраивают. И это очень сильно помогает мне лучше выполнять, скажем так, свои функции. Мужские функции, которые на себя взял. То есть это помогает мне больше работать, лучше работать, больше зарабатывать. Ну и решать все эти задачи, которые передо мной стоят. Вот если бы я был подвинут на тренировках, то, блин, я бы света не видел. Занимался бы только тренировками, ну и так далее. Вот, поэтому не тупите. Ставьте правильные приоритеты. Не нойте по поводу своей генетики. И дружите с головой. На сегодня все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok